Георгию Сергеевичу Руссу 75. А это значит, что 50 лет и снова юбилей, он трудится на благо здоровья своего народа. И делает это на самом важном, самом трудном направлении. Обеспечивает безопасность, здоровье матери и ребенка в республике. В те далекие годы, когда только разрабатывался вопрос об острой необходимости создать в стране такую медицинскую службу, мало было желающих взяться и возглавить это труднейшее дело. Но Георгию Руссу подошел к выполнению проекта со всей серьезностью. Профессионализм, талант врача, энергия, организаторские способности и бесконечная любовь к детям – все слилось в желании справиться с таким заданием. Я не собирался делать в этом плане карьеру, но так случилось, что в республике Молдова в основном советская власть была предрасположена к показухе. То есть надо было показатели. Помните, как милиция скрывала преступления, лишь бы уменьшить. Врачи скрывали детскую смертность. Это было страшно. Он был в Москве, там был создан первый в Москве такой центр матери-ребенка. А он работал тогда еще начальником управления, то есть в министерстве здравоохранения, то есть мог решать эти вопросы. И тогда вот у него возникла идея сделать у нас такой же центр, многофункциональный, чтобы это и педиатрия, и гинекология, и акушерство – все было вместе. У меня подспудно мучила одна мысль, что сколько бы мы не бегали врачи, сколько бы мы лекарств не имели, а всегда чего-то не хватает. То есть и лекарств врачей, нормальных, хороших врачей, должен сказать, найти хорошего врача – это очень сложно. Вот. И спасешь всех. Если не попытаться, особенно в том, что касается детей, не допустить их заболевания, чтобы они не болели, чтобы если болели, чтобы были вовремя, чтобы родители понимали опасность для жизни, для здоровья, будущего и так далее. И вот тогда во мне проснулся, если можно сказать, организатор. И он начал. Трудно перечислить все препятствия, сложности, а иногда и интриги тех, кому было безразлично, как будет развиваться такое направление здравоохранения в Молдавии. Но те, кто не верил, что этот прорыв возможен, просто не знали характер и души этого большого, красивого, яркого и доброго человека. Он был вездесущим. На стройке самого здания. Потом, когда дело дошло до внутренних работ, в палатах, в подсобках, в высоких кабинетах Республики и России, где тогда Молдавия получала разнарядки на обеспечение социально-экономической деятельности в Республике. Ну, его удалось создать. Вначале там было, ну, еще пять-шесть, которые я выбрал. А стало через год две тысячи персонала. И всех этих надо было поставить на место, научить, показать, что надо делать. И центр стал центром, кстати. Он к концу, там, я восемь-десять отработал, стал одной из лучших учреждений Советского Союза и Молдовы. Здесь была его особая миссия. Для Руссу не существовало слова «невозможно», если это касалось любимого им дела. Его обаяние, ум, умение убедить, заразить свои идеи собеседника были неиссякаемы. Поэтому медицинское оборудование, лекарства, стройматериалы для организации медицинского центра матери и ребенка поставлялись как по мановению волшебной палочки. И только Георгий Руссу знал, как все это было непросто. И знаете, в чем оказалась проблема? Я и мы не могли найти главного врача. Там надо было достроить. Все эти люди были опытные, своеобразные. Знаете, вот так вот, что... Значит, строить, значит, что создавать новые учреждения, значит, что подготовить все это. Никто не соглашался. Ну, министр говорит, что ты знаешь, он был мудрый человек, герой социалистического труда. Он говорит, ты знаешь, что инициатива наказуема, чтобы ты знал будущее. Давай иди ты главным врачом туда. Возьми идея твоя, возьми и доведи ее до конца. Вот таким образом я стал главным врачом центра матери и ребенка. Но и здесь сыграл роль его природный талант располагать к себе людей. Многие, от кого это зависело в Молдавии, стремились помочь и поддержать это необходимое республике начинание. Конечно, без поддержки ведомств невозможно было осуществить проект. Но без мощного напора русу многое было бы не так, не то, и сроки были бы другие. Со временем в Молдавию приезжали делегации из всех областей республик огромной тогда страны перенять опыт одного из лучших медицинских учреждений, занимающихся здоровьем матери и ребенка. И вдруг новость. Десятки тысяч молодых бездетных семей получили шанс на счастье. Георгию Сергеевичу удалось в центре развить научное направление искусственное оплодотворение. Как тогда говорили люди, дети из пробирки. Никогда не забудем тот день. В центре материнства и детства, а в народе матери и ребенка, появились медики, журналисты, ученые, руководители республики. И счастливый Георгий Сергеевич показывал им в святая святых здесь лаборатория все, что возможно было по правилам санитарии и стерильности. Первые такие новости, попавшие на экраны в газеты, журналы Молдавии, это сияющий от радости главный врач центра материнства и детства рассказывает читателям, слушателям и зрителям о вполне реальных для профессионалов технологиях искусственного оплодотворения. Потом появились первые дети у тех, кто годы ждал и уже не надеялся на возможность услышать детские голоса в своей семье. Георгий Сергеевич Руссу долгие-долгие годы не выпускал таких пациентов из вида. А однажды, годы спустя, даже был приглашен на свадьбу своего крестника. Но здесь будет несправедливо не назвать имя жены, друга, соратника и замечательного детского врача Светланы Руссу. Это она во всем и всегда поддерживала мужа в его начинаниях, трудах и поисках нового, прогрессивного для внедрения в центре. Это она, умная, красивая, необыкновенно добрая, интеллигентная, а главное в нашей теме, замечательнейший профессионал от Бога, спасала, выхаживала, лечила тех, кому посвятила свою жизнь. Мы стараемся быть вместе семьей одной, но хорошо, что вот старший сын здесь, а младший в Питере, поэтому дальше тяжелее общность сохранять, но все равно стараемся. Основой всех счастливых семей является любовь. И должен сказать, что она была в основе нашей и есть, только она по-разному в разный возраст. Мой отец когда-то сказал, он тоже любил, он сказал, что с возрастом любишь не меньше, но по-другому. Конечно, когда дети были детьми, они не главами семей своих, то, конечно, семейные традиции были обязательно, Новый год все вместе и так далее. Когда каждый уже завел свою семью, все равно вот действительно Новый год такой праздник, который не может быть в разорванной семье. И поэтому у нас получилась такая традиция. Значит, мы бабушка с дедушкой делаем у себя застолье. Это другие бабушка с дедушкой со стороны уже жены и сына тоже. А они молодые, объезжают всех, так что встречаем Новый год. Они встречают во всех трех семьях. Уверены, что такая поддержка и взаимопонимание во многом помогли юбиляру достигнуть поставленных целей. А значит и всем нам. Потому что Георгий Руссу всегда был верен обязанностям гражданина быть на острие социальной жизни республики. И не случайно, что в годы перестройки участником первого созыва Нового Верховного Совета Союза СССР был и наш соотечественник доктор Руссу. А там случилось нечто. Первый президент СССР Михаил Горбачев в своих выступлениях постоянно обращался к нашему земляку с вопросами, затевал с ним дискуссии или ожидал поддержки своим словам. И Георгию Сергеевичу приходилось то и дело вставать и садиться, отвечая на обращения тогда президента страны. А мы, журналисты, не отрываясь от прямых трансляций, которые шли по телевидению все дни сессии по всем республикам. Гордились нашим знаменитым доктором. Интересное ощущение. Мне казалось, что фотографии всех дедушек висят на подъездах. Мне казалось, что это нормальная ситуация, что дедушки и фотографии расклеены над каждым подъездом. Но, как оказалось, это не у всех так. Выход в политику – это было не желание себя проявить. проявить это желание. Я понял, что политическим мерам, может быть, что-то можно будет изменить. И, в общем, все это позволило мне войти. И когда я сын ссыльного человека, который был в Сибири, оказался в Кремле, ну, должен сказать, что это была моя какая-то… Ну, вера в том, что что-то изменится, если мы уже… Когда мне посылали, чтобы я реабилитировал отца, и после этого я попал в Кремль и мог свободно ходить где угодно, потому что депутатский мандат позволяет обходить все. Но одновременно я понял, что политика не для меня. И потому это очень грязная работа, непринципиальная. Можно сказать, что здесь принципы отходят на передний план только в речах. А сугубо внутри – это много всего. И я пойдем чувствительно, наверное, к тому, что в Кремле, вот когда был съезд народных депутатов, там собралось огромное количество… У нас было около 2000, кажется, депутатов, вдающихся людей из Советского Союза. Это были от космонавтов до генералов. Я когда шел на нашу коридору, по-моему, рота генералов была, я один гражданский средний генерал, выше Урака. Но концентрация вот этой психической энергии меня донимала. Я выходил оттуда с резкой головной болью, до гостиницы дойдешь. Потому что там шла борьба. Можно было идти на любые выборы здесь у нас. Мы бы прошли эти депутаты, что были там, то, что мы были на виду. Нас все знали. Но для меня вопрос был в одном – я возвращаюсь. Я технар по натуре, возвращаюсь в специальность. И я буду делать то, что я умею делать. Лучше всего, и кроме всего прочего, не буду делать то, чего мне. Ну, стыдно делать или противно. То есть трать людям бесконечно. Политика, пожалуй, в том и состоит. Он, как и мы, тогда еще не знав, что в его жизни родение и развитие здравоохранения в Молдове преподнесет еще одно очень трудное, но опять-таки необходимое народу дело – создать в стране систему медицинского страхования. Советской власти нет. Система здравоохранения, которая была сделана под советскую власть, под ту систему, что работала, и работает. Мы, все врачи, остались без зарплаты. Все больницы остались без денег. Зимой было холодно. Не было постельного белья, подушек. Ну, не было ничего, давайте так бы. И начался тот самый дикий капитализм, когда больной и врач оставались лицо к лицу, и расчеты шли напрямую. Это было страшно. Это было страшно. И мы все были, ну, на пороге полного развала, ну, по крайней мере, этой системы. Знаем не понаслышке, через что пришлось пройти Георгию Сергеевичу Руссу, чтобы этот очень нужный социальный институт был принят всем населением республики. Для Молдовы это было в новинку. Уже все западные страны давно ввели как необходимость этот вид защиты здоровья населения. Но многие наши жители еще сомневались в нужности страхования. Беспокоились, что и здесь они останутся обманутыми. Надо не забывать, что это было начато в самом конце прошлого века. И люди, прошедшие тяжелейшую школу жестоких 90-х, заставших всех нас, жителей бывшей страны, неподготовленными и ошарашенными событиями тех лет, уже не верили обещаниям. Осторожно относились к идее страхования. Мы начали. Денег нам никто никаких не давал. Абсолютно. 1 января все счета были по нулям, потому что все переходили в другую систему. И никаких денег ни у нас, ни у них нет. Вот в Банк Диэкономии, который сейчас все шпняют, я пошел туда, были две женщины, я не помню их фамилии, но память о них должна остаться. Я говорю, слушайте, займите мне. 30 или 40 или 50 миллионов, по-моему, надо было в сумму. Но это должен был быть кредит. И под него что-то надо было предъявлять, что-то, какие у меня залоги могли быть, по нулям все. И вы знаете, они пошли на этой дали нам эти 50 миллионов леи. То есть начальной оборотной капитала. Мы через три месяца его вернули. Потому что все работало. Пробуем, но не принципиально. Вернули дальше, система работала и работает она до сих пор. Вернули, у нас был формат довольно сложный, новый систем, который поддерживает и поддерживает коммунистей, который поддерживает коммунистей и пациент. Но я хочу сказать, что личные основные в этом направлении, ассигурии медицинские обязательные, ассигурии, что-то в состоянии моего в Компании национальной Ассигурии в медицинской и ассигурии. И ассигурии, я хочу сказать, что у них были интересные. 2002-2003, когда мы, те тени, мы, мы, в основном, в новую институтию, как в последнее время, в этой периоде. Но я хочу сказать, и раньше решает от этого нашего сми, в течение умил следующего образования у нас, и мы все, которые были энтузированы на эту этапу, следуе четыре people, Дальше – у нас 10-12 людей, которые начали в 2002, приехали из diverse institути, в сектору public, в сектору и в сектору, в сектору, в секторе, в секторе, в секторе, в секторе георгей Руссу, у нас есть здоровый человек, у нас есть личное настроение, у нас есть право, у нас есть у нас, но у нас есть у нас, Продолжение следует... Профессионалы здравоохранения, тогдашние руководства ведомств, отвечающие за здоровье общества, поддерживают этот проект, понимая его необходимость. Но никто конкретно и точно не знал, как это делается, как разъяснить населению, что страхование – щит от социальных угроз для жителей республики, еще одна защита их здоровья и жизни. И этот сложнейший проект команда, возглавляемая Георгием Руссу, не только осилила и создала крепкую систему медицинского страхования в Молдове, но и долгие годы осуществляла эту работу в системе здравоохранения. И бесспорно, профессиональная деятельность в этих государственных проектах Георгия Руссу останется в памяти нашего народа, в истории развития отрасли, в жизни родителей тех семей, в которых появились долгожданные дети, в поколениях тех, кому служит и сегодня медицинская страховая система, налаженная неравнодушным доктором Руссу. Георгием Руссу. Георгием Руссу, Георгием Руссу, а так и онорабил. Я хочу, чтобы он был активист, который был виноват, который был родственным, с коллеги, которые он активировал и продолжил общаться. Мы желаем много лет, и счастье, и счастье, вместе с друзьями и друзьями. У меня есть память в процессе В начале с помощью имплементов, есть обеспечения обязательных обязательных обязательных. Думают, все время, импроводимы, для молодых. Если не будем стараться, мы не знаем, что мы успеем. Мы не привыкли, ни один из этого принципа, и это был принцип, который занимается и занимается свою жизнь. Если не вырастет их, в большей семье, энергии, все ищет новые занятия, ипостаси для собственного развития. А в доме это как-то ощущается? Да, в доме это очень ощущается. Вы сможете спросить бабушку, дедушка у нас стал кулинаром в принципе. С тех пор у него появилось больше свободного времени. Я не говорю, что я занимаюсь готовно только, но я попробовал. И как бы у всех людей, которые что-то умеют делать или могут, получилось. Потому что человек, если он в одной области что-то умеет делать, обычно умеет делать это и в других областях. Поэтому получается вкусно. Он один из тех, кто олицетворяет в нашем обществе долг и служение гражданина, настоящего человека, личности, принесшей в дар своему народу талант и труд. Георгий Руссу выполнял клятву Гиппократа, который следует всю свою жизнь. Поэтому столько людей в республике отмечают его знаменательную дату, юбилей и чествуют именинника как близкого человека. Здоровья и долголетия вам! Георгий Сергеевич Руссу. Поклон от всех, кому вы служили долгие годы верой и правдой.